В мире существует очень много профессий, более сотни тысяч. И каждая профессия имеет свои особенности. В каждой профессии есть люди, которые любят эту профессию, максимально находят в ней наслаждение, она развивает их личность, она развивает их кругозор, и они очень счастливы. Есть профессии, когда попадают люди, через некоторое время ощущают, что они попали не туда. Вот среди профессий, скажем, учителей, около 30, а то до 40 процентов, примерно после второго курса обучения, они понимают, что они попали не в ту профессию. Профессия, которую мы хотим показать, отличается, и очень сильно отличается от многих других профессий. Эта профессия называется летчики-испытатели. Первый постулат – летчики-испытательные. Ну, в общем виде, когда мы говорим «люди, отобранные Богом», это люди, которые уже генетически были приспособлены к работе в такой области, как испытания, куда входит познавательный интерес, куда входит рукоделие этого человека, куда входит исключительная любовь и отдача тому, чего он хочет достичь. Сюда входит мечта, которой другой нету. Нету. Вот есть одна мечта и есть одна мысль – стать летчиком-испытателем. Разбирали самолет, ослуживший свой срок. Техники, механики разрешили им взять то, что нужно из запчастей. Они начали брать какие-то цилиндры, какие-то замки. Я посидел в пустой кабине. Что я могу взять? Я посмотрел на приборную доску. Думаю, ведь вот чего мне нужно. Единственное, что мне нужно – это приборная доска. Я возьму, поставлю там вот, ну, своих друзей, вот своих товарищей поставлю и, ну, вот эту доску приборную повешу у себя вот над рабочим столом. Отобрал я людей. Ну, ведь нельзя же таких людей не поместить в небо. А какое должно быть небо? Я из всех фотографий неба выбрал то, которое, сколько я не спрашивал, и летчики не видали. У меня фотография-то есть. Она была на выставке фотографий. Сочетание всей этой вот удивительной группы людей, этого не похожего ни на что неба. Вот этого маневра, разворот на солнце, всегда на солнце. Вот они сейчас будут лететь, всегда разворачиваться в сторону солнца и набирать высоту. Вот такие полеты. Ну, правда, получилось, что некоторые из них почти святыми. Но оно так и вышло. Батюшки, они же с нимбом все. Вот роман. Что здесь больше или комбинация чего? Человечности, нравственности, высоты, духа, человеческого или испытательского, или профессионализма. Здесь сплав. Вот почему Робушка здесь. Ракеты мы поехали отпускать на предельное число М. Отказ двигателя, все, бухти, там, туда-сюда, топливо хлещет из нас рекой. Мы сели на последнем ведре по крылу на крышу пожарной машины, и как можно быстрее ракета подвешена. Загорится. Да здесь, мама, не горюй. Поэтому надо смываться как можно быстрее. Сели на крышу пожарные машины, вцепились, как кошки в нее, сверху за крышу, вот так вот когтями. Отъехали, слезли, а топливо уже не льется. Все вытекло. Осталось мне крепко на орехи. Роман подходит и говорит, Лень, ты знаешь, людей очень можно просто оценить. Одни стремятся объединяться и объединять людей. Не вокруг себя, в принципе, стремятся к объединению, а другие враздрай. Враздрай для того, чтобы себя показать, оцени вот эту ситуацию. Ну вот такие вот образы. Вот мы с тобой одной кровью. А ты и я, как в Маугле, мы одной кровью. Воздух – это отнюдь не притягивающая нас среда. Это совершенно враждебная среда. Точно так же, как океан – это стихия враждебная. Она таит в себе массу опасностей. И то, что человек решился подняться в воздух – это свидетельство его колоссальной смелости, смелости и духа, и смелости телесной. Главное качество человека, с моей точки зрения, самое главное, а может быть и всего живого – это любопытство. На этом построено, с моей точки зрения, чрезвычайно много. На этом построена и эволюция в значительной мере. Как человек, глядя на то, что в небе летает птица, не мог не задуматься, а почему бы и не сделать это мне. К началу 20-го столетия Российская империя стала одной из ведущих воздухоплавательных держав. В небо над нашей страной поднимались дирижабли, воздушные шары и змеи, планеры и аэропланы. Первым, по-настоящему летавшим российским самолетом, стал биплан Кудашова, созданный в 1910 году. Но его полет официально зарегистрирован не был, так как выполнялся без предупреждения. Вскоре появились в Кудашов 2, 3 и 4 все более и более совершенные конструкции. Двигали вперед отечественную авиацию знаменитые ученые Николай Жуковский и Сергей Чеплыгин. Их математические расчеты, глубокая и всесторонняя научная проработка, стала огромным шагом вперед по сравнению с достаточно умозрительными замыслами предшественников. Жуковский в 1910-м открыл аэродинамическую лабораторию. Там ученый читал лекции по теории воздухоплавания, преподавал на курсах летчиков. Шли эксперименты с электродвигателями и бензиновыми моторами. Разрабатывались новые системы шасси. Совершенствовалась форма крыльев и воздушных линтов. Военные машины становились все совершеннее. Поднялись в небо первые авиаторы. Ефимов, Уточкин, Попов, совершившие длительные полеты между российскими столицами. А летчик, штабс-капитан Нистеров, впервые в мире продемонстрировал на своем аэроплане петлю. Он занимался конструкторской деятельностью, создал самолет без вертикального отберения. Все первые авиаторы были испытателями. Они сформировали те качества, что необходимо летчику-испытателю и сегодня. Первый фундаментальный признак летчика-испытателя – это целостность личности. Это огромный мотив. Это исключительная заинтересованность в победе всего общественного труда. То, слава Богу, самолет делают десятки тысяч людей. Десятки тысяч людей. И если он неудачный, то все страдают. Еще будущим молодым человеком он уже впитывает кровь. Что от него зависит очень многое. Очень многое. Поэтому вырабатывается воля. Для этого вырабатывается эгоцентризм. Обязательный. Для этого вырабатывается исключительная ответственность. Для этого вырабатывается аккуратность, осторожность. Для этого вырабатывается, как сейчас заплевали это слово, как честь, как честность и так далее. Для этого вырабатывается имя. Самое главное, когда у летчика есть имя, и если он называет имя Чкалов, то все знают, кто такой Чкалов. Профессия, она вырабатывает не готовность пожертвовать собой, а сделать, достичь результата. Не любой ценой, а сохранивший, сохранив технику. Если он в сочности понимает, что такого больше всего лет не будет. Вот что такое вообще для конструктора, для страны. То есть это люди другого класса. Они государственного мышления, государственной ответственности за это. Нравственность, она не может быть кривой и косой. Она в этих людях совсем на другом базируется. Вот я научился, я научился. Мое дело теперь это сделать, чтобы все умели. Я достиг вершин. А теперь задача в том, чтобы вот это сделали все, кто не только в нашей летной группе. А вначале испытатели военные, потом строевые летчики, потом и так далее, и так далее. Еще одно чрезвычайно важное качество летчика-испытателя – это честность. Причем иногда эта честность человеку оказывается главным подспорьем. Сейчас жив-здоров совершенно удивительный летчик-испытатель Григорий Александрович Седов. Так вот он рассказывал о таком эпизоде. Он испытывал самолет Якулева, когда был военным летчиком-испытателем. И что вы думаете, он говорит, ценнейший самолет. А я на этом самолете заблудился. Тривиально заблудился. Опытный самолет. И я вынужден был сесть, где придется, и самолет поломал. Опытный самолет. В это время Яковлев был заместителем наркома. Он был всесилен. Он мог скрутить любого человека в бараний рог. За такое упущение он мог сделать все, что угодно. Выгнать, арестовать, может быть, расстрелять. По крайней мере, Григорий Александрович был готов ко всему. Так он рассказывает. Я пришел к нему, и он меня спрашивает, что случилось. Совершенно очевидно, что я мог ответить все, что угодно. Потому что машина разбита в щепы. Он говорит, Александр Сергеевич, я заблудился. Яковлев очень жесткий человек. Очень резкий порою. Не сказал ни слова. Пожал руку за честность. И мы расстались. Честность чрезвычайно важна, когда речь идет о какой-то аварии. Более того, катастрофе. Когда, если была твоя ошибка, надо было о ней честно сказать, потому что в противном случае поиски были бы направлены в совершенно неверном направлении. То есть мне так кажется, что для летчика-испытателя качество честности, оно необсуждаемое. Опыт моей личной жизни, 26 лет на исповедной работе, можно сказать так, что для настоящей работы нужно быть высоконравственным человеком. Это значит, что от тебя как бы в этой работе требуется чувство ответственности. Просто она присутствует с самого первой минуты начала освоения встать на работу. Тебе что-то доверили на твоем уровне, что-то доверили, значит, ты должен это оправдать. Если у тебя нет такого чувства ответственности, то ты просто на этой работе долго не пробудешь. Тут сразу поймут, что тебе доверять нельзя. То есть главный критерий — это доверие к тебе. Доверие командования, доверие конструктора, доверие инженера-испытателя, значит, бригаде, с которым ты работаешь. Бывают разные ситуации. У летчика складывается, и уже у опытного летчика, уже там заслуженного там. Бывают моменты, например, в полете что-то раз, и, как говорят, дал пенку. Если человек честный, именно до конца, то он ни в какой ситуации не спрячет это, не утаит этот момент. Он обязательно честно доложит инженеру на земле, товарищам своим. Если говорить о честности, она больше формируется на земле, на небо. Оно помогает выкристаллизовывать вот эти вот высоконравственные чувства. Почему? Потому что, ну, сама работа, неземная работа, она в совсем другой среде, она в трехмерном измерении. Она в небесах происходит. А небеса — это не тверть земная. Это простор, это великолепие этого простора, знаете, это красота вообще этого простора небесного. И это все человека, даже, может быть, не очень склонного к романтическим иллюзиям или каким-то увидеть красоту. И тот замечает это, видит это. А красота, она никогда еще никого не делала человек хуже. И это всегда у тебя вызывает в душе какие-то положительные настроения. Тебе хочется, самому хочется тоже быть как-то лучше, выше. Для меня вообще казалось, что если я не стану летчиком-испытателем, то жизнь не удалась, можно сказать. Мог бы я сказать о себе. И это не только потому, что самореализация, самовыражение и что мне интересно. Это само собой, безусловно, интереснейшая профессия. Мне еще казалось всегда вот с самого начала, с самых молодых лет, что на этой работе люди должны быть самые лучшие. Потому что человек выполняет настолько сложную, настолько опасную работу, что ему опускаться до мелочей, в общем-то, нет необходимости, нет возможности и желания. Мелочных людей практически здесь нет и не может быть. Для летчика-испытателя, наверное, вот эта творческая часть работы, она крайне важна. Одно дело, просто как летчики, эксплуатант этого самолета, я учусь использовать его для тех нужд, для которых он предназначен. Для испытателя важно видеть, как же этот самолет будут эксплуатировать люди потом. Потому что сейчас только задуман, и что в него вложить, чтобы потом он выполнял эти свои функции. Задача испытателя состоит не только в том, чтобы поднять новую машину в небо. Он должен выйти на такие режимы полета, из которых обычный летчик не сумеет спастись. И чем больше таких режимов отработает испытатель, чем больше детских болезней он выявит, тем счастливее будет судьба самолета. Но цена безопасности полетов и надежности техники подчас равна его жизни. Здесь нет в живых Федотова, который погиб, Абетхана погиб, Каноненко погиб, Станкевичус погиб, умерли Валентин Петрович Васин, Борис Антонович Орлов и Атменицкий. Его тоже уже нет. Ну самые, конечно, моменты, которые запоминаются, это когда на глазах гибнет товарищ твой. До сих пор у меня вот только на катапультировании в глазах стоит. Я снимал на видео момент, когда он переворачивался и прыгал. Это не замолишь. Слава Аверьянов, когда он в Лебурже тоже намудрил там, и после удара об землю они прыгнули. Вот этот момент, он просто тоже страшный, до сих пор в глазах стоит все. Чудо многие унесли. Вот эти вот моменты, они, конечно, о них вроде как-то и говорить-то не хочется, но они тоже запоминаются. Никогда не думаем о том, что иду как в последний бой. Да вы что, нет. Я иду на нормальную, на любимую работу. Она мне нравится, она мне приносит удовлетворение. Я никогда не задумываюсь на тему, что на этом самолете кто-то там где-то погиб. Есть, конечно, нюансы такие. Был такой урожайный год. Упала машина по 16-й, там Туполевцы, помните, да? Они их лед не убрали, с центровкой была связана, рухнули здесь на аэродроме. Там достаточно большое количество человек, экипаж Кульчицкого. Затем там лето на севере, экипаж Хатковского, да, тоже там Ту-134 упала. А похоронят, да, они все вот здесь вот, на Быковском кладбище. Потом, значит, здесь на вертолете Пессонов там упал. Вот, потом Юра Никулин погиб на Су-9. То есть, да, действительно, было такое урожайное место, что действительно как-то смерть рядом. Но они все вот эти вот случаи, понятно, да, почему это произошло. Существует необходимость этот печальный опыт использовать потом, чтобы не допустить еще раз такого же. Ну, вот и все. Была одна катастрофа, чрезвычайно и обидная, и важная по негативным своим последствиям. Стратегический бомбардировщик Ту-95, который создавался в разгар холодной войны. Первая опытная машина потерпела катастрофу. Причем командир экипажа, вот колоссальная ответственность человека, перелет. Приказал всем покинуть самолет и приказал остаться только бортинженеру. То есть, два человека, которые еще способны были спасти опытную машину невероятной ценности, невероятной значимости. А машина горит. Они пытались сесть на аэродром Лии, в то время как другие уже покинули. Не удалось, они погибли. Немедленно стали готовить к испытанию вторую машину опытную. И поручили это Михаилу Александровичу Нюхтику. Прежде всего, надо было понять причину катастрофы. Она была чрезвычайно сложной, запутанной. После того, как решили, что поняли в чем дело, после того, как решили, что правильно устранили дефект, надо было поднимать вторую опытную машину. Прошло довольно много времени, много месяцев. И вот представьте себе теперь ответственность человека, который поднимает вторую опытную машину. Совершенно неясно, удалось ли на самом деле найти причину и устранить возможную опасность повтора пожара, чего угодно. Подняли машину. Эта машина летает до сих пор. Машина до сих пор главная машина нашей стратегической авиации. Только в развитии экстремальной самой ситуации опасности можно максимально получить данных, что случилось. Ну, может быть, там какая-то начинается тряска. Убрал двигатель и все. Пролетел, пишешь, да, была тряска. Ну и что дальше? А можно сидеть на этой тряске. Изучать эту тряску, ну, вибрацию. И видеть, откуда идет эта вибрация. Она записывается же на пленку. Ее будут смотреть тысячи людей. Привезти дефект домой. И когда я привожу этот дефект домой, то я могу исправить эту машину в течение, скажем, месяца. А не привез я этот дефект домой, потому что я прекратил и полеты дали. Надо будет три года. А может быть, и вообще скроют, так и с дефектом будут летать. И погибают. И, к сожалению, даже летчики-испытатели, которые бывали, скрывали дефект, это кончалось катастрофами. И просто летчики, строевые летчики. И среди испытателей. Дело даже не в гражданской смелости. Дело не в физической смелости посидеть на горящей сковородке с задницей. А дело в государственном человеке. В государственном человеке. Вот те, в которых я участвовал, да, вот испытания самолетов, в каждом самолете погибали. Ну, я участвовал, значит. Это 21-й, 23-й модификациями, 25-й, 31-й, Су-17-й, Су-24, Су-27-й, Ми-29-й, Яковлевские два разникального взлета, Су-25-й. Ну, вертолетов штук шесть. Ну, тридцать примерно. До единого были жертвы. До единого. Никто не обожгался без жертв. Отсюда ему требуется уровень профессионализма, и крепость, и духа, и, конечно, вера в удачу. Я взлетел. У меня огромная власть над вот этим вот существом, над самолетом. Я что хочу, он то и делает. То, что мне вот покоряется, да. Все равно более компьютеризирован, чем раньше. Если раньше там тяги, качалки там для управления, то сейчас все по проводам, все зависит от компьютера. Вот эта вот программа, которая там должна быть реализована, ее отрабатывают в ЦАГе. Там большое количество ученых сидит, делаются продувки различные. Получается какой-то уже продукт, говорящий о том, что да, можно запихнуть это в самолет, и на этом продукте попробовать полетать. Собиралось несколько самолетов, на каждый из которых там возлагалась своя задача. Один самолет занимался аэродинамикой, системой управления. Один самолет занимался там локатором, там один двигателем. И за годы вот этих вот испытаний статистика вещь упрямая. Выработалось что? Два полета в неделю на опытном самолете в среднем получается, в течение года, если взять, все поделить, два полета в неделю. Потому что какое-то время самолет стоит на доработках, что-то еще такое прочее. Исходя из вот этих вещей, рассчитываем примерно, сколько необходимо иметь самолета, или сколько это займет времени. Вот, представляете, два самолета опытных. И программа испытаний, конечно же, двигаться тяжело. Можно сделать, да, вот самолет хороший, знаете, испытывайте, но он один. И его похороним. Потому что за те сроки, которые необходимо провести испытания, они не в состоянии это сделать. Дело в том, что есть растянутый цикл создания самолета, а есть цикл оптимальный. Но оптимальный цикл, он требует вложения в соответствующих средств. Быстрее сделать нельзя, надо пролетать все это дело. А медленнее иногда падает уже и актуальность этого самолета. Он потом уже и не нужен. Мы говорим, он через 20 лет появится, этот самолет. А через 20 лет, извините, у нашего вероятного противника появится еще более высокий уровень производства. Поэтому, естественно, надо делать как можно быстрее все это дело. Но, тем не менее, есть вещи, которые быстрее не сделаешь. Риск – неотъемлемая часть летной профессии. Испытатель обязан быть готов к любому развитию любой аварийной ситуации. Со временем меняются только названия самолетов. Отказы и поломки – непременные спутники испытательных полетов. В судьбе каждого летчика-испытателя были аварии и катастрофы. И почти всегда, спасая машину и собственную жизнь, летчик не знает наверняка, что же именно произошло. Спасти может не только знание техники и аэродинамики, не только летный опыт, но и птичье чувство полета. Оборвалась тяга элеронов. Левый элерон поднялся вверх, а правый опустился вниз. Естественно, самолет идет на вращение. Есть возможность у меня, когда он начал вращаться в самолет, можно скомпенсировать с помощью педали. Но, как правило, летчики в массе своей ногами не пользуются. Летчикам-испытателям необходимо в силу своей профессии обязательно иметь координированно работать всеми рулями. Естественно, поскольку я отклонил правую педаль, скомпенсировал это вращение, ну и кое-как, в общем-то, удалось самолет вывести в горизонтальный полет, вытащить его километров сто до аэродрома, представьте себе. Усилие на педали где-то килограмм 80-90. Я подхожу, когда полоса вот так стоит, мне нужно довернуться вот так, чтобы выйти на посадочный курс. Право я довернуться не могу, у меня самолет вправо не доворачивается. Прохожу мимо полосы, вот так вот, выхожу на посадочный курс. Когда уже подходишь к земле, там турбулентность наиболее сильно сказывается. Тряска появляется больше и так далее. Когда меня подбрасывают, элероны перекладываются полностью. И уже полного отклонения руля направления не хватает для того, чтобы самолет держать в горизонтальном полете. Естественно, я когда подхожу, высота метров 30 надо уже выравнивать, а самолет начинает крениться, крениться, крениться и опускать нос. Все рефлексы летчика направлены на то, чтобы ручкой бороться, не дать возможности ему. То есть надо уменьшить крен, а крен уменьшить нечем. И я делаю что? Я ослабляю действие на педали, самолет у меня проворачивается через спину, ложится на спину, я даю полностью ручку от себя для того, чтобы немножко поддержать нос, проворачиваю его дальше. От земли в какой-то момент я ушел. Я тут же моментально включил форсаж одному двигателю, второй на минимальный форсаж, один форсаж на полный, потому что скорость маленькая уже, и надо в разгон идти, чтобы спокойно уходить от земли. А дальше я проворачиваюсь, и так пошел потихонечку на скреп высоты три тысячи полторы-две. Но траектория она пошла через Волгу, через пойму. Думаю, надо перетянуть. Вот через эту пойму я перетягиваю, и там дальше город Ступино, небольшой городок такой. Я через него прохожу прямо полностью через этот городок, и дальше уже докладываю, что буду катапрутироваться, у меня деваться уже дальше некуда. На этом самолете у Станислава на скорости 1100 у земли отвалился левый закрылок и ударил по стабилизатору. Отлетел противофлаттерный противовес, стабилизатор вошел во флаттер. Эта половинка совершенно прижалась к фюзеляжу, и его крутнуло самолет. Он успел уйти в набор и успел погасить скорость. Главное, что он выпустил закрылки, он у него снова завращался. Он закрылки убрал и садился без закрылков на скорости 410 км в час. Иначе самолет в воздухе не держался. Осталась одна половинка стабилизатора, только управляемая, и то она затиралась. И скрутился фюзеляж самолета под 45 градусов. В воздухе невозможно остановиться, вылезти, обдумать, перекурить, продолжить движение. Это событие можно разбить на несколько этапов. Собственно говоря, само событие, вылезание из этого события. Ведь когда я там корячился, я никому ничего рассказать не мог, потому что все это очень быстро происходило. После того, как я выгреб, ситуация находилась у меня под контролем. То есть я в любой момент мог себе позволить выскочить из машины. Потому что я контролировал на последний момент. Все, вроде дальше самолет кое-как управляется. Выскакивать не надо, смотрим, что дальше будет. Попробовали так, попробовали. Ну, управляет все, принял решение лететь дальше. Все. Просто я знаю, что я, находясь в воздухе, я неправильно для себя сделал вывод о характере повреждений. Я думал, что это одно, а прилет оказалось, что это другое. Но у меня просто не было информации, поскольку никаких отказов не индицировалось на борту. Можно сказать, что у меня уже достаточно большой опыт. Я всегда считаю, что никогда не угадаешь, как ты себя поведешь в той или иной ситуации. В какой момент ты условишь, на каком режиме, что этому предшествует, что за этим последует. Очень сложно рассуждать, поскольку никогда не угадаешь. И это может даже оказаться не зависит от опыта летчика. Какие-то там сработают рефлексы. Это выгреб. А завтра не выгреб. Это все. Я для себя изначально, когда начал осваивать эту испытательную работу и хоронить каждый год своих более опытных, более старших товарищей, я понял, что испытывать истребители до пенсии, наверное, у меня шансов мало. Потому что начал в 24, до 50 еще далеко. Думаю, ну, шансов, наверное, мало. Я в то же время понимал, что я эту работу никогда не оставлю, не брошу, что это смысл моей жизни, что я просто другого ничего не хочу, ничем заниматься, ничего другого делать. Поэтому, чего об этом думать вообще, говорят. У меня была такая ситуация в первый раз в жизни, когда погодные условия в Северной Канаде были таковы, что я не мог полностью обнаружить. Семь раз заходил и ни разу не видел. И у меня осталось 150 килограмм на 24, на два двигателя. И я знаю, что я захожу в последний крайний заход. Больше уже все. Дальше движки встанут. Я знал, что если я сейчас опять не увижу, то все. Приехали. Дальше. Ну, вот увидел. И что-то Божий там где-то мой ангел-спаситель где-то дал возможность. Я в момент этот увидел, я его не упустил. Не упустил, успел сесть. Если я знаю, что вот это вот там риск, я этот вопрос там изучил, все понимаю. Вот такой риск, он нужен. Потому что, ну, бывает иногда неясности какие-то, которые необходимо в полете посмотреть. Ну, иногда даже бывает такое, что сделали тебе какую-то там аппаратуру поставили, сказали, вот, оно должно работать так. Но мы никогда с ним не летали и не знаем, что там будет. И я задаю вопрос. А вот что будет, если я вот нажму вот это или что-то там включу вот это? Ты знаешь, ну, ни разу не пробовали. Ну, взлетишь, увидишь. Но все должно быть нормально. Это один риск. А другой риск, когда явно видно, что этого делать нельзя. Зачем пробовать какой-то режим на предельно малой высоте? Я из своего опыта скажу, что много рисковал, где риск оправдан. И совершенно себя корю за то, что я потерял самолет МиГ-29. Неоправданно рискую. Часто от летчика-испытателя зависит судьба новой машины, а иногда и целого направления в авиации. Если случается катастрофа, то встает непростой вопрос. Виноват ли в ней летчик, конструктор или производственник? Бывает в испытаниях вот такие вот тонкие вещи, когда связано с ответственностью, с виной летчика-испытателя. Но этот вопрос бывает часто решался легче, когда летчик погибал, экипаж. Если это не летчики виноваты, тогда, значит, виноваты те, кто на земле. А это значит, тогда их надо к ответу. Лишать должности, там, звания или так далее, что-то. И тоже было обидно. Я как летчик понимаю, что не могло этого быть, как комиссия сделала вывод. Не могло это. Я как испытатель летчик понимаю, он не мог этого сделать, не мог это допустить. Всегда тут начинают бороться две вещи. С одной стороны, это объективность расследования, чтобы сделать правильные выводы. И наказать. У нас не наказывать не могут. Конечно, кто виноват, значит, он должен быть наказан. А с другой стороны, не хочется наказывать тех, кто виноват. То, что называют сейчас огульно человеческий фактор, подразумевая под этим вину, на самом деле, здесь надо говорить совсем о другом. Сбои системы, которые входят в управление полетами, руководители полетов, на трассе. Это погодные условия, которые оказались неожиданными, которые не были предсказаны. А система оповещения о погоде входит в систему обеспечения безопасности полета. Это тоже человеческий фактор. Подготовка летчика. Мы положим полетом на большие углы атаки. Вот упали там под Волгоградом самолет Ту-154. А их и не возили. Администрация компании должна была учить их. Должна была учить. Они должны быть подготовлены к этим. Они не были подготовлены. Потому что нам все надо керосин, деньги, топливо, время. Одной из возможностей повышения безопасности полетов сегодня становится автоматическое управление самолетом. С развитием электроники стало возможным почти полностью передать функции летчика компьютеру. Тем не менее, невозможно написать программу для каждого отказа для любой аварийной ситуации. А летчик, который только наблюдает за работой компьютера, неизбежно теряет квалификацию, способность быстро принимать нестандартные решения. У меня сын летает на Airbus, Airbus 320. А до этого летал на Ту-154. А раньше летал в армии на МиГ-29. И вот он мне говорит, на 154-м я действительно, я летал. А сейчас, говорит, я не летаю. Я только на взлете только ручку возьму, отрываю его, помогаю оторвать. И на посадке выровнять тут вот. И все. Все остальное в воздухе, все в автомате. То есть практически я самолет не пилотирую. Я говорю, ну и как ты вот как летчик себя ощущаешь? Он говорит, я ощущаю все больше, что я действительно уже не летчик. Я свои качества как летчика пилотирую. Я теряю. Я уже, я не помню, когда я нормально пилотировал вообще. Да, автопилоты нужны для разгрузки. Особенно в длительных полетах там, ну, на гражданской авиации, когда длительный перелет. То есть бомбардировочная авиация там особенно. Разгружать, чтобы на руках-то нет. Это сложно, долго, тяжело часами. Надо разгружать. Но пилотирование самолета как бы в резервном режиме, оно всегда должно быть за летчиком. Это непременное условие для того, чтобы он мог поддерживать свои навыки как летчик. Я считаю, что в идеале мы вообще должны избавиться от летчика. Для чего? С какой целью создается авиация? Ну, боевая авиация, да, то, чем я занимаюсь. То есть это решение задач на государственном уровне, да, главком, человек, который должен выражением своей воли оперировать самолетами налево-направо и решать задачи. То есть если мы подчиняемся этому, то какой бы летчик у нас там не сидел, суперзамечательный, плохой, он должен решить задачу. Современные системы управления, они вот настроены на то, чтобы минимизировать ошибки летчика, который тут так или иначе допускает, чтобы облегчить ему деятельность. Поскольку это все развивается очень быстро, то мы видим, процесс идет к тому, что мы начинаем исключать летчика из этого контура. И уже мы видим эти боевые системы, которые оперируют без летчиков, они успешно оперируют. Поэтому я думаю, мы семимильными шагами к этому движемся. И это нормально. В нашей стране тоже производились беспилотные летательные аппараты. Вообще же, еще совсем недавно самолеты и вертолеты были одним из символов величия России. Самолетостроение олицетворяет интеллектуальный и творческий потенциал нации, высокий уровень ее культурного и духовного развития. В том-то и величия, я бы сказал, настоящего подвига, который был совершен в Советском Союзе в 30-е годы. Ведь вы смотрите, в начале 30-х годов у нас не было ничего. С начала 30-х годов мы научились строить и каркас самолета, не только деревянный, но и металлический. Значит, надо было поднять металлургию. Подняли. Надо было поднять металлургию легких сплавов, алюминия в первую очередь. Но и стали, высококачественной стали, легированной стали подняли. У нас не было приборов. Создали индустрию проектирования и изготовления приборов. У нас не было индустрии и науки и конструкторских бюро для создания множества систем. Ведь самолет — это же множество систем. Это десятки новейших систем. Все это в стране было создано. Технологические вопросы были отработаны. крупнейшие технологические центры, материаловеческие центры, крупнейшие, мирового уровня. Это сейчас получилось так, что на самолете «Суперджет» масса систем и значительная часть двигателя, навигационного оборудования, система управления импортная. Одни только декларации какие-то идут, а на деле-то, в общем-то, ничего нету. Вот характерный пример — Нижегородский завод. Когда были там старые времена, у него там на этом заводе было порядка 25 тысяч рабочих. Когда мы начинали делать самолет «Экстра-30», на заводе было порядка 4 тысяч уже личного состава. И для того, чтобы сделать этот самолет, старые кадры там ходили искали, привлекали обратно на работу. Они спрашивали, берем как на постоянную работу или по контракту. По контракту люди идти не хотели, потому что контракты там 3-4 года, они опять уйдут. И собрать обратно коллектив было крайне тяжело. И вот когда собрали их уже, и опять заработал этот завод, начали делать самолеты, важно было бы продолжить заказы, дать возможность заводу начать развиваться. Был сформулирован заказ. 60 самолетов на 5 лет, да, по 12 самолетов в год. Но завод так не работает. Завод говорит, давайте я их сразу за 2 года сделаю все эти. Нет, так не надо. Почему у нас авиация, резкий скачок был в конце 30-х годов? Потому что все знали, что будет война вот сейчас. Что сейчас, если мы не создадим боевую технику достаточного уровня, то мы погибнем. А сейчас государство не ставит таких задач перед собой. Тогда бросали все средства на то, чтобы создать это дело. И создавали. Сейчас потребуется создадим. Но создадим опять-таки в том же цикле. Цикл создания, предположим, двигателя 7-10 лет. Цикл создания самолета тоже такой же примерно. Ну что, мы создадим, мы бросим вот сейчас средства. Через 10 лет создадим. Требуется понимание, для чего существует авиация. У нас некоторые люди очень с высоким положением. Они по телевидению выступают, говорят, а чего там на авиации? Вот посмотрите, вот у нас в Калуге создано производство Volkswagen. Отверточная сборка. Вот в авиации так надо. А военные кто нам даст под отверточную сборку запчасти? Кто нам даст самолеты? Никто не даст. Разрабатывайте сами, извините, пожалуйста. Нам, нашей стране, никто не даст. Какие бы мы деньги не платили. Все сократили в десятки раз, в сотни раз. Сократили аэродромы, сократили полигоны, сократили летные училища, сократили летные учения, сократили количество безопасности. Нельзя сделать все, товарищ Сердюков, по приказу Верховного главнокомандующего. Что тут? Как хотите, так и расцениваете. И что сейчас можно сделать? Ничего нельзя сделать. Только как учил товарищ Ленин брать власть в свои руки. Другого выхода нету. Потому что это же уже невозможно. У нас было 600 аэродромов, а осталось 120. На территории от Калининграда до Курильских островов. У нас запасных аэродромов нету. И бригады будут воевать без тыла. Сержанты будут править, офицеров всех выгнали из армии, медиков всех разофицировали и все прочее. Куда же ты гонишь, значит? И летчик-испытатель сейчас, Вулькин нос остался. У нас есть определенная популяция людей, с которыми можно брать пример. Эти люди, которые готовы вступить в защиту Отечества в бой в любое время. А представление сейчас о них стало резко снижаться. А резко снижаться начало потому, что у нас техника стала покупаться за границей. Что у нас, причем хуже нашей. Мы потеряли рабочий класс, мы потеряли ПТУ, мы потеряли фрезеровщиков, слесарей, наладчиков, крепежчиков и так далее. И уже сейчас теряем даже тех, кто работает с цифровой техникой. И качество падает самолета, падает. И это качество отличается на самих летчиках, потому что они уже довести до ума не могут. А плюс еще социальная среда. Все покупается за деньги. И люди начинают разлагаться. Наше небо заполоняет самолеты иностранные. Сейчас вы редко увидите наш самолет. Беда не только с гражданской авиацией. Беда и с авиацией военной. Мы живем авиацией, которая была создана в советское время. Великолепной авиацией. Но она же устаревает. Насколько я знаю, есть проблемы с подготовкой военных летчиков. Если не принять немедленные меры, то неминуема потеря нашей авиации. Это гигантские расходы на то, чтобы приобрести необходимую хотя бы для транспортных нужд иностранную технику. Это гигантские расходы, на которые не хватит никакой нефти, никакого газа с приобретением военной техники. Ну и это, вообще-то говоря, немыслимое предательство перед памятью всех тех, кто создавал ценой огромных потерь всего нашего народа. Свою великолепную авиацию, авиационную науку. С 30-го года к 41-му году подошли за 10 лет с сильнейшей авиацией, а за 15 лет после того, как началась наша разруха, мы все потеряли. То, что сделали с нашей страной, сделано либо по недомыслию, либо со злым умыслом, со страшным злым умыслом. Мне кажется, совершенно и то, и другое совместимо. Возможно ли решить наши проблемы? Ну, несомненно, возможно. Сейчас в ЦАГИ делается все для того, чтобы старики успели передать свой опыт молодым ребятам. ЦАГИ пытается консолидировать сейчас научно-исследовательские институты, и дай Бог, чтобы это получилось. Это абсолютная необходимость. За свою тысячелетнюю историю наша страна пережила много потрясений. И всякий раз, когда казалось, что все потеряно, находились люди, спасавшие свою родину. Есть они и сегодня. В наши дни, чтобы защитить родную землю, нужно уметь отстоять небо над ней. Мы верим, что последняя страница отечественной авиации еще не написана, и новые самолеты совсем скоро вернут нам небо. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok